Всем привет, друзья! В данном обзоре мы познакомим вас с моделью MiG-15 BIS от компании Eduard в 72-ом масштабе. Также модель называется Bunny Racer, серия Bunny Fighter и издание двойное. То есть в наборе у нас два комплекта летников для постройки данного самолета, а также дополнительные аксессуары. Приобретая данную модель в магазине Eduard, вы автоматически получаете 15% скидки первой покупки и скидка остается у вас навсегда. Также вы получаете членство в клубе Bunny Fighter, бесплатный вход на выставку E-Day и уникальный номер пользователя. Ваш кролик писал. Давайте посмотрим, что у кролика внутри. На одной из боковин коробки можно увидеть три варианта окраски модели. Артикул BFC-009, если кто-то будет искать на сайте производителя. На противоположной стороне аксессуары, входящие в данные издания. Это фототравление, смола и подарочная футболка. Рассмотрим содержимое. Первое это инструкция, отпечатанная на матовой бумаге. Справка о самолете на двух языках, чешский и английский. Стандартная страничка для всех производителей с описанием летников. Всевозможные символы, таблица с указанием необходимых цветов для окраски данной модели. Представлена компанией GANZE. И пошли этапы сборки. Этапов достаточно много. Этапы по сборке фототравления, маскированию деталей. Инструкция не сшитая, но дана вот в таком журнальном формате. Инструкция по нанесению декалей и окраске. И небольшой рекламный проспект. В наборе, как я сказал ранее, идет два комплекта деталей. И давайте рассмотрим один из комплектов. Итак, на первом летнике у нас содержатся элементы носовой части, канал воздухозаборника, кольцо воздухозаборника, бомбовая нагрузка, пневматики шасси, диски шасси. Передняя стойка дана одним целым вместе с пневматиком, что не очень хорошо. И замены, к сожалению, в наборе для улучшения внешнего вида нет. В целом, качество литника довольно неплохое. Даны две приборные панели. Одна с объемными приборами, вторая гладкая под декаль. Пилоны-подвесы для бомб, стойки шасси и створки ниш шасси. Так выглядит передняя часть носовая. Элемент интерьера. Приборочки. Спинка сидения. И мелочевка. На следующем литнике содержится оперение самолета. Консоли крыльев. Хвостовое оперение в виде стабилизаторов и руля направления. Также элементы ниш шасси и канал форсажной камеры. Качество, опять же, неплохое. Все читабельное. Крылья имеют раскрой. Раскрой выполнен на высоком уровне. Имеется клеп. Естественно, все толкатели с внутренней стороны. Ну и здесь их практически не видно. На этом литнике у нас содержатся элементы фюзеляжа. Половинки. Дополнительные топливные баки. Опять же, элементы форсажной камеры. Ну, в общем-то, двигателя. Подвесы и контейнеры с пушками. Либо какими-то бомбами. Точно я не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Качество отливок замечательное. Приливчики спрятаны на внутреннюю поверхность модели. Детали. Также замечательный раскрой на фюзеляже. Все прекрасно выглядит. Очень-очень аккуратно выполнено. Очень тонко. В общем-то, модель, как говорится, must-have. Кто увлекается 72-м масштабом. Наверное, один из лучших вариантов Мига в 72-м масштабе – это у Эдуарда. Итак, последний литничок в наборе. Он содержит прозрачные элементы. Элементы фонаря, прицела. Какое-то круглое прозрачное стеклышко. Элементы два, которые не используются в наборе. Остекление, как всегда, у Эдуарда хорошее. Здесь нет никаких эффектов льда, скажем так, да. Никакой морщинейстости такой. Выглядит очень хорошо. Ну и забавный такой кругленький литник. Также в наборе идут декали. Вот такие. Проложены калечкой. Выглядят просто замечательно. Толщина подложки очень-очень тонкая. Насколько это возможно в этом масштабе. Ну и, в общем-то, преломление. Естественно, есть, так как у нас стеклышко выгнутое на фонарика. А так все довольно-таки прозрачно. И хорошо видно. Переходим далее. Это были все литники в данном наборе. Перейдем к рассмотрению фототравления. Первая платка у нас содержит элементы кабины. Далее вот такая плата на фонарь. Тоже плата называется детали кабины. Но здесь в основном вот эти вот нас интересуют детали на фонарь. Ремни и тут, и тут. Вот таких платы у нас две штуки в наборе. На две модели можно будет установить фототравленные детали в кабину. Но вот эти элементы на фонарь даны в одном экземпляре. Очень жаль. Но тем не менее имеем, что имеем. Такой вариант будет интересно установить на модель с открытым фонарем. Далее плата с элементами низ шасси. Я так думаю, здесь, к сожалению, не подписано. Но далее при сборке это выяснится. Далее вот такая большая плата с экстерьером для данной модели. Здесь содержатся элементы низ шасси. Гидролиния для тормозов. Тумбочка, стремянка. И панель, по которой можно ходить по крылу самолета. Заглушка на сопло и настил на тумбу. Очень все тоненько и ажурно выполнено. Просто замечательно. Также на один из вариантов модели можно установить вот такие закрылки. Компчу которых можно сделать имитацию выпущенных закрылок. И это видно, как они построены. Также в наборе идет листочек с масками для окраски одного из бортов. И маски для пневматиков. Также маски на остекление. В частности на фонарь. Дополнительная маска на второй вариант модели. Даны только на основные пневматики. И вот такая небольшая самоклеящаяся декаль. Наклейка, не знаю. Которая содержит в себе ремешки и бюргальтер. Модель укомплектована большим количеством смоляных деталей. Здесь два комплекта колес на обе модели. Одна приборная панель, выполненная в смоле. Один прицел. Также выполненный, видимо, в прозрачной смоле. Качество замечательно. Никаких не нужно пленок придумывать. Просто достаточно аккуратно все прокрасить. И будет выглядеть просто замечательно. Далее даны части не шасси внутренние с воздухозаборников. Левая и правая половина. Но даны они только для одной модели. Дальше еще одна часть кабины. Задняя стенка полик кабины. Кресло. Уж не знаю, насколько оно лучше, чем в пластике. По фотографии можно будет сравнить. Фотографии будут у нас размещены в группе. Так что переходите в группу по ссылке в описании. Далее вот такой элемент. Не совсем понятно для чего. Немного он согнулся. Но выпрямить его можно будет в кипятке. Не проблема. Кто не видел ролик на тему выпрямления смоленых деталей. Посмотрите ролик по этой ссылке. Далее. Тяги стоек шасси. Я так думаю. Но это не точно. Также выполнено все очень замечательно. Все тонко. Никаких лесенок. 3D печати нет. Выглядит просто замечательно. Еще элементы ниши шасси. Видимо это тяга в переднюю нишу. И элемент кабины. Наверное. Выглядит очень-очень здорово. И щитки воздушного тормоза. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь обзор вам понравился. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. И пока-пока.